Медаль и звание еще впереди, но память о событии уже есть. Первая фотография из Дворца Независимости, который до этого момента они видели лишь по телевизору. Старая фраза «чувствуйте себя как дома» здесь звучит с особым смыслом. Объект хоть и режимный, но принадлежит всем белорусам. В данном зале они находились вместе со своими помощниками, советниками. Показав стол, за которым начинался 17-часовой марафон переговоров Нормандской четверки, руководитель экскурсии обязательно добавляет. Это сделано в каждой приятии вопросов в мире. Итак, в каждом зале люстры из Лиды, стулья из Пинска делали сами, умеем, научились. А кто учил? Да они самые, учителя, преподаватели. Виктор Тур изучает своды Дворца со знанием дела. Всю жизнь посвятил вопросу добавок в цементе и их пропорциям, то есть технологиям, которые позволяют возводить уникальное здание. Работа его коллектива уже увековечена в таких грандиозных сооружениях, как Витебский амфитеатр или Минская арена. Пригодились разработки и во Дворце Независимости. Это ограждение Дворца Независимости полностью участвовал вот тот же рабочий коллектив, который делал и Минскую арену. Но это тоже уникальная конструкция, связанная с тем, что она должна выдерживать определенные температурные нагрузки, коррозионное воздействие. Многие из ныне приглашенных во Дворец Независимости были на прошлой неделе в соседнем здании Белэкспо на Республиканском педагогическом совете. Тогда президент оценил всю систему образования. А сегодня самые яркие ее представители удостоились уже индивидуальных оценок. А если быть точнее, высших баллов. Впрочем, итоги педсовета обсуждали и сегодня. Ведь цель амбициозная – создать в Беларуси лучшую в мире систему образования. Задача общая, но прокладывать новую дорогу знаний предстоит именно тем, кого считают лучшими. Этот педагогический совет республиканский – это очень хороший стимул для того, чтобы идти дальше. Потому что там были обозначены такие серьезные посылы. Мы должны обязательно развиваться, мы должны идти вперед, мы должны быть интересны нашим компьютерным детям. Мы должны научить детей думать. О значимости большой образовательной компании можно судить хотя бы по составу награжденных. Педагогов и раньше честовали на высоком уровне, но совместно с представителями других профессий. Сегодня впервые в истории торжественная церемония посвящена исключительно педагогам. Вы способствуете становлению образованной, культурной и трудолюбивой белорусской нации. Вречение государственных наград в преддверии Дня знаний – не только признание ваших личных заслуг, но и знак глубокого уважения благородной профессии учителя. Все понимают, насколько важно хорошее воспитание детей с первых лет жизни. Поэтому огромное значение приобретает качество работы дошкольных учреждений. Оно в первую очередь зависит от воспитателей, от их душевной теплоты, умения подобрать ключик каждому маленькому. Начав с воспитателей детских садов, президент в очередной раз подчеркнул значимость фундамента в образовании. На педагогическом совете Александру Лукашенко поручил в первую очередь повысить зарплаты в дошкольных учреждениях, не забыв и про учителей. Особенно таких, кто уже сегодня совершенствует белорусские учебники и пособия. Таким, как Валерий Герасимов. Учитель из Орша работал над новым учебником математики для пятиклассников. По принципу «больше иллюстраций, меньше сложного текста», а задачи близки поколению Next. В них про соцсети, смс-ки и мобильные телефоны. Важную роль играет профессионально-техническое образование. И мы достигли в развитии нашего профтехобразования немалых успехов. Востребованность его в стране, у зарубежных партнеров является своеобразным знаком качества. Сегодня наградами мы отмечаем лучших представителей лицеевой колледжей из Витебска, Ивацевичей, Кричево, Минска, Могилёва, Пинска. За подготовку квалифицированных специалистов для отраслей экономики отвечает, прежде всего, высшая школа. Многие вузы успешно внедряют инновационные методы обучения. Всё, что касается инновации, это к нему, теперь заслуженному работнику образования. Директор Института инновационных технологий Юрий Соломаха не только работает над ноу-хау, но и учит это делать других. Больше 20 тысяч человек. Он научил решать самые непредвиденные задачи, научил думать и не бояться принимать решения. Например, только в 2013-м он опробировал новаторскую методику, обучив 130 работников МАЗа, что помогло заводу повысить конкурентоспособность своих машин. Мы готовим специалистов. Значит, ничего в экономике, в решении глобальных вопросов нельзя сделать без персонала. Заслуженный супрацовник органов внутренних справ в Республике Беларусь, Башану Алексею Владимировичу. Полковник Алексей Башан уже 24 года в погонах. Не просто теоретик. Прошёл горнило милицейской работы. Больше пяти лет боролся с организованной преступностью и коррупцией. На его счету десятки раскрытых преступлений. И сотни подготовленных оперативников в качестве преподавателя Академии МВД. Хочу обратить внимание, что у нас появилась новая методика преподавания. В течение четырёх лет он вместе с коллегами создавал закон об оперативно-розыскной деятельности. Его приняли в 2015-м. Именно Алексей Башан разработал и предложил концепцию и структуру этого закона. Ввёл новые определения понятия, которые впервые закрепили на законодательном уровне. Сформулировал новые правила обязанности органов, чтобы никто не мог трактовать по-своему. В странах СНГ нет аналогов этому документу. Одна из предпосылок для коррупции, для злоупотребления, либо, я даже так скажу, предпосылок для нарушения законодательства по ошибке, заключается ли в нечёткости правовых предписаний. Вот как только есть нечёткость, сразу возникает вопрос. А за эту сферу операционную деятельность очень боятся браться, потому что чётко прописать очень сложно. Но нам это удалось. Благодаря вам и я с вами вместе, как в те далёкие годы, начинаю этот учебный год. Он особенный, он главный учебный год, потому что он залог будущего нашей нации. Звон бокалов с шампанскими, пожелания президента ещё звучали в ушах, а маршрутный автобус уже отсчитывал километры до Гродно. Там воспитательницу Татьяну Литвинчик уже ждали дети, а они важнее всех наград. Первыми встречают коллеги. Поздравляем! А в группе любимого воспитателя уже ждут малыши. Я так скучала, пока была в Минске, и думала, что же делают мои дети, они меня ждут. Немного смущённая и удивлённая, ведь уехала к президенту, а тут из телевизора и сразу в детский сад. Смотрите, что мне подарил Александр Григорьевич. Подходите, я вам покажу всем-всем-всем. Он мне подарил вот такую медаль. Видите? Итак, вот уже 30 лет, в середине 80-х, молодой учитель истории подумать не могла, что станет воспитателем в детском саду. Теперь другой судьбы для себя и не желает. Потому что, ну, люблю детей, иначе бы, наверное, не смогла бы работать. Побудешь без них, скучаешь, а приходишь и чувствуешь, что это твоё, это тебе нужно, без этого нельзя. Впереди новый учебный год, новая группа. В издательстве ждёт очередная книга о дошколятах, а в голове уже десяток новых идей и медаль. Отличная мотивация. Дмитрий Семченко, Ольга Сосновская, Наталья Козея, Надежда Завиновская, ОНТ.